Представителем главы края в законодательном собрании назначена Стелла Штань. У нее богатый опыт работы в органах власти. Стелла Штань избиралась депутатом Барнаульского городского совета и городской думы, работала заведующей юридическим отделом администрации Барнаула, была заместителем главы администрации краевой столицы. В 2008 и 2011 годах избиралась депутатом краевого законодательного собрания, работала председателем и заместителем председателя комитета по местному самоуправлению. Начальником Департамента по информационной политике и пресс-секретарем губернатора назначен Дмитрий Негреев. Бывший руководитель Андрей Липунов перейдет на новую работу. Он уволился по собственному желанию. В официальном комментарии Андрей Липунов подчеркнул. Губернатор взял курс на обновление. Естественно, и человек, который озвучивает публичную позицию губернатора и правительства, должен быть новым. Я благодарен журналистам за совместную работу. Надеюсь на дальнейшее такое же плодотворное сотрудничество. Большая часть профессиональной карьеры Дмитрия Негреева связана с журналистикой. Ему 56 лет. Историк по образованию. В начале 90-х работал в пресс-службе краевой администрации. Позднее занимал должность главы отдела политики, шеф-редактора газеты «Свободный курс», заместителя генерального директора издательского дома «Алтопресс». С 2006 года занимал должность главного редактора «Политсибру», а последние два года – главреда «Сибирской медиагруппы». Начальником департамента правительства края по вопросам госслужбы и кадров назначен госсоветник Игорь Гниденко. Ранее он, как и другие вновь назначенные руководители, уже работал в администрации губернатора и правительства. В их числе Олег Гусев, который занял должность руководителя секретариата губернатора. Владимир Поморцев – руководитель департамента по документационному обеспечению. И Владимир Тарасов – начальник департамента по обеспечению региональной безопасности. Евгения Даровская. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова